Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлёва. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошел симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». На площадке Казанского университета состоялся хакатон для геологов и программистов. 25 сентября состоялось заседание экспертного совета Республики Татарстан. Недавно была изменена Конституция Российской Федерации, что повлекло за собой изменения в законодательстве. Об этих изменениях говорили на симпозиуме юридического журнала. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. В Казани проходит седьмой симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса», который издается уже 10 лет. Его редакционная коллегия находится в Казанском университете. В России это издание выступает главной экспертной площадкой по обсуждению процессуальных вопросов. Мы стараемся каждый год что-то выбрать актуальное. В этом году вообще у всех на слуху это изменения, внесенные в Конституцию нашей страны, ну и, соответственно, последующие изменения всего остального законодательства. Симпозиум собрал более ста человек из разных субъектов Российской Федерации. Это и председатели областных судов, это и судьи, это юристы, которые практикуют, и ученые-процессуалисты, люди, которые непосредственно и занимаются научной сферой, и люди, которые непосредственно применяют законодательство. В этом году из-за пандемии мероприятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических норм. Ряд гостей у нас предполагается будут подключаться онлайн, в частности, организовано два онлайн моста из Москвы, из Государственной Думы Российской Федерации Павел Владимирович Крашененников, и также из Москвы, из Общественной Палаты Российской Федерации, ее руководитель Людмила Юрьевна Михеева. Как отметила Людмила Новоселова, симпозиум расширил тематику, что дает возможность обсудить серьезные и злободневные проблемы для ученых любой специальности. Официальный формат задает движение на будущее. Как правило, всегда очень значимые доклады, выступления, которые содержат принципиально новые положения. Они дают и пищу для ума, и возможность для профессионального роста. Кристина Андершина, Виолетта Басова, Универ Ньюз. В настоящее время практически во всех сферах деятельности человека набирает популярность такое понятие, как междисциплинарность. Объединение усилий сразу нескольких специалистов из разных сфер повышает шансы на успех. Так, на площадке Казанского федерального университета собрались геологи и IT-специалисты. О том, какому результату может привести их совместная работа, смотрите в нашем следующем сюжете. 25 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся хакатон для IT-разработчиков в нефтегазовой сфере. Организатором выступает Ростнефть. В числе соорганизаторов Казанский федеральный университет. Это мероприятие представляет собой соревнование в режиме длительного времени. Вчера целый день участники из числа IT-специалистов или геологов, кто уже стал IT-специалистом, решали задачу, посвященную вопросу математического моделирования нефтяных месторождений. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. Площадка Института геологии и нефтегазовых технологий вызвала интерес не только у студентов КФУ. В этом виде в числе финалистов оказались и студенты Института геологии и нефтегазовых технологий, студенты Института вычислительной математики, ЭФИНИТ и ИТИСА. Также здесь, к нам на нашу площадку, в числе финалистов, приехали студенты Санкт-Петербургского государственного университета, университета Иннополис. Специализация участников Хакатона выбрана неспроста. Сегодня цифровизация активно внедряется в нефтегазовую сферу, что создает новые возможности в решении актуальных задач в процессе нефтедобычи. Диана Шленкова, Ленар Тавлетиаров, Универ Ньюс. Заседание экспертного совета Республики Татарстан 25 сентября прошло в Казанском федеральном университете. Какие самые важные вопросы были подняты на встречу, смотрите далее. 25 сентября в Голубом зале главного здания Казанского федерального университета прошло заседание экспертного совета Республики Татарстан. Темой встречи стали общественно-политические и этноконфессиональные вопросы. Эксперты обсудили темы, которые накануне озвучил в своем обращении президент Татарстана Рустам Мениханов. К слову, из-за ограничений, связанных с пандемией, в Голубом зале собрались только часть экспертов. В своем послании президент определяет политику республики, экономическую, социальную, информационную, идеологическую на целый год. И поэтому, конечно, это очень важный вопрос. И вот члены экспертного совета решили обсудить, чтобы вынести какие-то там, может быть, рекомендации, для того, чтобы потом этими рекомендациями могли воспользоваться наши ведомства, министерства и различные организации и учреждения, которые работают в этом направлении. Самыми важными вопросами стали влияние пандемии на республику, вопросы в поддержку малого и среднего бизнеса, повышение качества образования, а также вопросы, связанные с религией. Также был затронут вопрос касательно культурных языков республики. Как сообщила декан Института феологии и межкультурной коммуникации КФУ Резида Мухамедшина, в университете сейчас подготавливают преподавателей и учителей, которые будут вести уроки на трех языках – русском, иностранном и татарском. Сегодня в школах изучается русский, татарский, иностранный язык в тесной взаимосвязи. И Казанский федеральный университет готовит сегодня новые поколения учителей, которые способны вести предмет на трех языках. Лев Диденко, Лето Басова, Универ Ньюс. Автономная парковка, виртуальная пальпация, робот-учитель и иммерсивные технологии. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем презентовала свои проекты на международном форуме «Казань Digital Week 2020». Модератором технического визита от Казанского федерального университета выступил директор высшей школы ИТИС Михаил Абрамский. К другим новостям. Современный мир не стоит на месте и постоянно меняется. Одним из новшеств стала сеть 5G, разработка оборудования, для которой хочет заняться Россия. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Российские операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне, только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в проекте решения Государственной комиссии по радиочастотам. Эта возможность будет обсуждаться на ближайшем заседании, которое может пройти в середине октября. Для того, чтобы построить такие системы, одним из наиболее узких мест является именно радиоканальная составляющая, то есть то, что связано с антеннами, антеннофиберными решетками и той аппаратурой, которая обеспечивает взаимодействие с клиентами. Поскольку здесь устанавливается соединение с каждым пользователем, это такая прыгающая сеть, и в этом смысле используются довольно сложные алгоритмы для поддержания устойчивости. Согласно плану развития 5G в России, предусмотренному программой «Цифровая экономика», за создание отечественного оборудования для 5G отвечает Ростех. Создать отечественные опытно-промышленные образцы элементов сети пятого поколения газкорпорация в условиях сокращения финансирования сможет только к концу 2023 года, а начать их серийный выпуск лишь в 2024 году. Что касается микроэлектронного проектирования, это довольно длительные процессы и дорогостоящие процессы. Поэтому, если будет инициирован государственный проект в соответствующем финансировании и подключении ведущих конструкторских бюро проектных организаций, то, скорее всего, Россия в ближайшее время сможет обеспечить импортозамещение в этой сфере, ну и, собственно, организовать развертывание сети 5G на свои территории, а также, возможно, на территории тех стран, с которыми Россия тесно сотрудничает, взаимодействует. Задачу строительства сетей пятого поколения на отечественном оборудовании поставило правительство, говорит представитель Ростелекома. Как ее решать, должно быть отражено в дорожной карте по созданию и развитию сетей 5G в России. По его словам, эту карту, согласно трехстороннему соглашению с правительством, разрабатывают Ростех и Ростелеком. Но пока она не утверждена. Требования о строительстве 5G исключительно на отечественном оборудовании ранее выдвигали российские силовые структуры и спецслужбы, мотивируя это тем, что такое оборудование является критической инфраструктурой. Но не все страны хотят доверять свою инфраструктуру, а это критическая инфраструктура, зарубежным технологиям, потому как здесь есть прямой доступ к информации, а следовательно, возможно, действительно и утечки, ну и некоторые нарушения требований информационной безопасности. Кристина Надышина, Лев Халиулин, Универа Ньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok